всем привет с вами ольга лебедь техника здоровья и сегодня этот ролик будет о том как выбрать блендер надеюсь после него будет чуть-чуть понятнее ну раз вы уже на нашем сайте значит вам обычного блендера который продается масс-маркете явно не хватило они действительно достаточно слабая и годятся только для каких-то таких то есть для измельчения вареных продуктов типа супчиков делать молочные коктейли там с творожком ну то есть что-то такое совсем несложное либо совсем из мягких таких фруктов профессиональные блендеры которые представлены у нас в частности в магазине на сайте это техника которая отвечает своему названию профессиональная но профессиональная для дома профессиональная это означает что она может справляться с очень сложными продуктами такими как волокнистая зелень сельдерей дикоросы крапива сныть делать замороженные целиком ягоды даже фрукты собственно какие-то сухие смеси муку делать или пасты ореховые вот все это может профессиональный блендер а еще упомяну такую маленькую деталь когда путают профессиональные коммерческие вот наши блендер в основном это профессиональные для дома то есть вы сделали порцию себе и ему надо какое-то время отдохнуть потому что очень ну они очень мощные да то есть двигатель может работать достаточно короткое время а вот профессиональные коммерческие они как правило стоят прям в разу два дороже именно потому что они могут работать нон-стоп то есть ну как бы где-то в фитнес-барах в каких-то ресторанах когда прям тут же тут же там новые порции да и это все-таки еще этим всем управляет персонал да персонал не всегда такой аккуратный как дома мы аккуратно с техникой используем поэтому она такая вся можно сказать прямо с такой защитной броней и выдерживать все вот эти повышенные нагрузки там специально идет охлаждение двигателя чтобы он успевал да не перегревался вот поэтому коммерческая техника всегда дороже но мы с вами рассматриваем для дома профессиональную для дома и казалось бы ну что тут выбирать да бери самый мощный ну то есть там самые там заковыристый нож самые такой интересной розочкой и собственно этого будет достаточно для выбора но не все так просто если мы вы посмотрите сами на разброс цен он достаточно большой то есть буквально там от 11 тысяч и до 100 с лишним вот и я хочу просто немножко рассказать из чего складывается цена ну наверно для общего развития а вы уже сами решите что вам ближе да и под ваши именно ваши личные запросы и потребности начнем с того что все блендеры которые представлены на нашем сайте а все прошли достаточно строгий отбор я лично набираю технику и не только я моя команда и так как мы занимаемся более 8 лет профессиональной техникой и у нас есть доступ вообще там сервисным центром рекламациям ко всем как что работает какие болезни у чего у как каких моделей то есть у нас такой слоя скопился хороший багаж но которым мы готовы здесь наделиться и если подходить с ценовой категории ну с ценовой такой позиции выбора блендера то где-то с 11000 до 25 это идут китайские модели как правило это российской китайские бренд бренды такие у нас достаточно самые наши такие проверенные и и это хорошие модели да повторюсь что все блендеры представлены у нас это такие уже прошедшие можно сказать испытания да и из и отдельные тесты вот и все что выше где-то уже с 30 начинается корейская техника и американская дальше пару слов о корейцах корейцы это законодатели законодатели мировые в технике для здорового питания в частности вот и они правда немножко впереди планеты всей они задают тон они очень требовательные сами и поставляют по всему миру и как бы их качество очень очень ценится поэтому очень многие клиенты сразу бывают в звонках слышишь что там что у вас есть корейское предложить мне корейское так вот давайте вернемся к тому что бери мощнее и не ошибешься если мы возьмем модели уже такие выше среднего класса ближе к премиум и посмотрим на них то они рушат вот эти как бы стоявшийся вот этот шаблон почему потому что например если мы вот возьмем америке американский блендер да вот у него мощность 1500 ватт 1560 точнее если быть да вот но от оборотов в минуту 23 с небольшим как бы не мощный казалось бы совсем да смотрим чашу чаша квадратная например вообще чистый квадрат то что вроде бы даже противоречит до какой-то аэродинамики и нож посмотрите на этот нож он всего лишь двухлопастной и вот он очень толстый более трех миллиметров от него невозможно обрезаться вот он такой видите загнутыми как у боинга лопастями но вот этот такой абсолютно тупой нож делает просто чудеса и во первых у него нет толкатель у этого блендера ну в принципе толкатель не предусмотрен то есть он умудряется сделать такую воронку которая затягивает продукт сама под эти ножи и ему хватает вот этой казалось бы небольшой мощности как раз чтобы просто сделать абсолютно гомогенную абсолютно вот бархатный зеленый коктейль или там пасту и это называется таким законченным инженерным решением когда инженеры очень долгими путем там до проб и ошибок они вот сделали вот этот баланс совокупность да то есть они создают воронку вот ту необходимую воронку которая делает собственно чудеса да мы же покупаем как говорят там не дрель да дырку стене нам надо вот здесь тоже самое вам надо однородную массу достаточно быстро и безопасно так и извините здесь гарантийный срок 8 лет они дают 8 лет и это не только на мотор как во всех остальных блендерах потому что в блендерах считается чаша и ножи расходный материал они дают и на чашу и на нож восемь лет это опять же да зато там еще складывается цена вот поэтому не так все однозначно если коротко сказать совсем свести то если вы выбираете модель такая выше как бы среднего да ближе к премиум корейские модели американские то достаточно доверия имени именно одному даже бренду имени то есть имя блендер достаточно но это как я не знаю мерседес ну кто не знает мерседес а это бренд которому много десятилетий вот этому блендер и это если вы наберете просто ролики в ютубе вы увидите там именно этот хозяин этого бренда любит измельчать там мобильные телефоны в порошок и все что не попадется под руку да это вот делает как раз вот этот блендер знаменитый вот в частности да вот орехи со шкарлупой но я делал не на блендерке делала на ликвипчике на корейском ну вот так целиком измельчать то есть это очень мощное и при этом нету переизбытка мощности да вы не рвете двигатель зазря вы не тратите лишнюю электроэнергию не напрягаете сеть то есть вот здесь прям вот то оптимальное сочетание мощности аэродинамики ножа до формы чаши который вот дает вам идеальную воронку такую что касается китайских моделей китайцы конечно не могут похвастаться каким-то своим индивидуальным инженерным решением и конечно технологии они копируют это всем известно но из-за этого и цена совершенно другая да это там не 60 не 100 тысяч вот это до 25 тысяч и поэтому китайские модели очень сильно похожи и чем они различаются они соревнуются в мощности и прям вот чем больше мощность засунуть тем лучше тем больше оборотов тем лучше они там заявляют 2 700 мощность там 50 тысяч оборотов в минуту ну конечно не врут столько нету если замерять ну по-честному они так как они хитрят замеры присылает то есть но 30 тысяч оборотов поверьте это просто за глаза она сделает вам вообще уже идеально все зачем врать но это такая национальная особенность есть у них все это прекрасно знаем мы но как бы в этой среде ничего с этим не сделаешь не надо ничего делать вот собственно резюмирую если вы выбираете в ценовой категории а-ля китай тут хороши два бренда которые в частности а мы рекомендуем это российский российско-китайский raw meat то есть производство в китае фирма в россии зарегистрирована и king mix они находятся в одной ценовой категории характеристики у них прям рядышком рядышком совсем идут king mix меньше раскручен чем raw meat у ромида очень популярна их модель самурай которые сколько там тоже лет 7-8 но бренды одинаковы по времени на рынке около где-то 8-9 лет существуют они на российском но смысле рынке вот за это время тоже уже переболели многими детскими болезнями как у нас говорится и они каждый раз совершенствуется совершенствуется и совершенствуется что-нибудь новенькое добавляет они молодцы и за эту цену я хочу сказать они просто великолепны вот еще раз повторю когда вы выбираете из если у вас бюджет до 25 тысяч лучше выбирайте самый мощный и самый заковыристый нож вот когда вы видите там 8 лопастей какие-нибудь зубчики все это обязательно чтобы в нижние лопасти смотрели вниз что-то вверх до чтобы он лучше захватывал если есть какие-то зубчики там дополнительные все это приветствуется вот вот в этом ценовом диапазоне если вы более требовательны и ваш запрос как бы вы хотите там совсем все безупречное да и или собираетесь может быть профессионально как-то даже работать на технике то безусловно конечно корейцы но уж американцы там говорить нечего это такой можно сказать идеальный выбор скажу еще пару слов про чаши почему чаши не стеклянные стекло если вы видите блендер со стеклянной чаши то на самом деле это означает что блендер не мощный а самую большой большой мощность который я видела блендера со стеклянной чаши это 950 ватт это мало это мало и в общем-то годится только для того чтобы ну опять же сделать какие-то супы пюре вареные продукты какие-то коктейльчики несложные вот но ничего такого сильно сложного вы не сделаете в нем и несмотря на то что стекло но вынуждены да не закаляют они утолщают но все равно большую мощность он не выдерживает поэтому это немножко вчерашний день и вся современная техника профессиональная сейчас делается из тритана это сверх такой прочный современный пластик и этот пластик он не мутнеет не идет сеткой абсолютно химически нейтрален то есть не содержит бисфенол а самый страшный этот канцероген который есть поликарбонате в масс-маркете который продается блендеры они все вообще вся техника сделана из поликарбоната имейте ввиду она вся фонит достаточно сильно и если вы особенно там пользуете часто или там нагреваете ее ну то очень плохо вот и вот он еще сверх прочный то есть если мужчина там 100 килограмм попрыгать на это на этой чаше и ничего не будет это действительно прям самый такой современный материал и он дорогой это из чего делаются детские бутылочки сейчас по закону уже давно введен этот закон вот и есть тритан сертифицированный есть один производитель американский который выпускает вот эталонный тритан то есть если зайти на их сайт и открыть вот этот раздел то что тританов видов много нас интересует именно бытовой для бытовой техники там есть прям раздел фирм кому они официально поставляют тритан и вы там если откроете этот сайт там ссылочку могу прислать для интереса вам вы увидите вот эти бренды ликвип корейские до блэн пэк там витамикс и там кьювингс например на корейские такие знаменитые бренды вот конечно китайцев там не будет китайцы формулу понятное дело раскусили и льют свой тритан и он сертифицирован у них на китайском рынке проходит нашу тоже сертификацию но надо понимать что это китайский тритан вот опять же скажу да для особо требовательных есть вот все белое официальное такое американское какой талон качества вот что касается именно готовки до конечного продукта вам нужно будет делать ореховое молоко пасту ореховую делать например муку из зеленой гречки да вы сделали свежую муку испекли там хлебушек или еще что-то делать там зеленые коктейли из тех же дикоросов обязательно это вообще святое весной не поезде коросов да это вот то любой блендер он сделает вам это ну то есть и китайские модели тоже все справятся это надо понимать по поводу вот этой завышенной мощности да ну во первых мощности у нас всегда две идет блендере и производитель должен ее указывать и принципе китайцы тоже сейчас стали уже указывать уже как-то тоже слава богу меняется все это пиковая мощность и номинальная рабочая то есть пиковая всегда такая очень она такая рывковая мощность чтобы сдвинуть вот эту массу большую и потом он дальше переходит на рабочую номинальную мощность и на ней уже измельчает все вот и конечно то что мощность у них завышена это факт потому что они хотя не измеряют ну измерить можно очень как сказать хитро да например измерить обороты там без чаши да вот я смела чашу и там на пустом этом горитке да измерила обороты и они будут конечно выше чем это с чашей эти обороты с ножом и или еще с продуктом конечно это еще меньше будет но в общем то они как бы выдают правду такую очень под правильным углом под выгодным для них углом так скажем но ничего страшного мы же об этом знаем поэтому как бы это все 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 эти вещи мы китайцам прощаем вот тоже техника все равно хорошая надежная много лет работает и я хочу сказать по рекламациям тоже это одни из самых-самых лучших моделей ну это то что мы продаем прям вот каждый день по всей россии и много управление есть механическая да это вот кнопочки у вас либо сенсорная экранчик вот тут уже выбирает конечно кому что ближе но хочу сказать что если у вас мокрые руки грязные например там сенсор конечно плохо срабатывает он может не сработать вот механика то она есть механика вроде как ну вообще механику народ все равно больше любит но это опять же то дело вкуса и выбор за вами отдельно хочу сказать пару слов про вакуумные блендеры для чего они вакуумные блендеры хороши для прежде всего для зеленых коктейлей и хороши для людей но действительно кто находится на лечении например его прям серьезные проблемы с пищеварительным трактом им нужно не просто гомогенная такая прям коктейль гомогенный абсолютно без всяких включений ну потому что люди приходят разные да кто-то приходит просто оздоровится кто-то очень многие приходят лечиться вот и когда вы делаете блендер под вакуум зеленый коктейль он не так как бы пузырится не так обогащается кислородом и соответственно не так окисляется то есть он такой цвет яркий дольше сохраняется и он не вызывает вздутия такого ну то есть он лучше конечно усваивается вот но как правило все таки вакуумных блендеров то есть если у вас нет такой задачи вот прям конкретно решать я бы все таки посоветовал брать классический блендер потому что вакуумный чуть поменьше служит вот и как правило они такие сильно мощные как такие классические блендеры то есть они ну как бы немножко узко заточены так скажем поэтому ну два блендера брать как бы круто да я все-таки на вашем месте выбирала бы но рекомендовала бы выбрать какой-то классический блендер то есть видите эта история еще такая достаточно громоздкой до профессиональный блендер но вот в частности самурай блендер китайский да он такой самый популярный самый раскрученный очень много блогеры роликов с ним вообще очень много у кого он есть он такой прям вот какой-то хит продаж на что очень здорово раскрутили он до сих пор остался вот этой громоздкой формы изначальной которая была в самом начале и сейчас уже ну гораздо меньше есть блендеры то есть вам конечно все равно надо габариты эти учесть как они станут на вашей кухне вместе цели если кухня совсем миниатюрная если вы часто путешествуете например и командировки ну не знаю вот образ жизни такой все время в дороге то я предлагаю вот эту модель виде такой как бы мини блендер профессиональный вот у него три стаканчика есть такие ну комплект и с питьевой крышечкой вот с этой открывается и вот я сама пользуюсь им как раз поездках то есть это мой такой передвижной вариант чтобы у меня был все время доступ к своей нормальной еде так скажем потому что я в частности сама сейчас была в отпуске и хороший отель был да мы были там на юге все отлично но уж углеводы углеводы подгоняют друг друга там да на завтрак обед и ужин конечно я так питаться уже не могу моё здоровье не выдержит этого поэтому вот это все прекрасно было в чемодане я делала коктейли себе каждый день спокойно зеленые проращивала гречку да все все купила и была счастлива просто у меня кормил всю дорогу вот поэтому это тот вариант у него с одной стороны небольшая мощность ну как небольшая но так как идет такой масштаб то в маленький стакан на эту мощность он получается очень мощно и вам если на одного например там не знаю вы живете один или там остальные члены семьи не сильно поддерживают вас вы можете взять себе вот такой вариант и он прекрасно вам сделает ореховое молоко и зеленые коктейли и все сделает вы останетесь довольны до 10 тысяч сегодня 900 прям волшебный мне очень нравится есть еще блендеры вот такие с с образными ножами здесь как правило ноги ставлен один нож такой-то как молния есть еще они более загругленные они предназначены для измельчения такого то есть когда вы делаете например из орехов такую подложку под пиццу до сыроедную например и вам надо прям как бы измельчить мелко-мелко орехи однородно но чтобы они еще не стали превращаться в пасту ореховую до в масло не стали отдавать масло и тогда вот такие блендеры они лучше с этим справляются вот но это наверное больше для тех кто собирается больше но готовить как-то может даже там не знаю продавать ведь там семья большая очень потому что их обязательно надо все равно заполнять ну то есть если мало будет продуктов таких широких чашек он просто раскидает вам ее да и не сделает то есть они требуют такого хорошего объема все чаши у блендеров нельзя ставить посудомойку из-за вот этого ножевого блока естественно да потому что здесь и подшипник и есть но в частности да например у корейца ликвип есть специальный нож в комплекте идет когда вы можете снять самостоятельно ножевой блок вот такой ключ ножа ключ ключ вы берете и вот ну как бы просто сворачиваете его достаточно легко нож ножевой блок выпадает и можете поставить посудомойку помыть например блендер и это часто делать не рекомендуется все таки очень часто снимать нож и ставить не есть хорошо но так вот при необходимости а вообще если вы будете то есть сразу как вы сделали коктейль желательно сразу его сполоснуть то есть не оставлять чтобы он засыхал или как как минимум налить воды вот а можно просто налить воды закрыть его чуть-чуть побандерить и он у вас сам отмоется очень удобно если блендер загрязнился ну то есть от овощей остался такой коричневый налет я рекомендую пользоваться меламиновой губкой она очень хорошо налет снимает либо такой длинной щеткой на есть как раньше в кей продавали не до сих пор еще есть ходить в магазинах помыть либо можно взять таблетку от посудомоечной машины какой-нибудь таблетку выбрать фирму который вы доверяете на ночь бросить таблетку залить водой поблендерить оставить утром опять поблендерить то есть у нас отстоялось там часов восемь и он у вас будет опять плестючий и как новенький просто вот и когда моете блендер все-таки конечно попу надо беречь да чтобы сюда там в воде это не тонуло все ну проточной вода впадет ничего страшного но это такие вещи и есть еще одна такая общая рекомендация когда вы блендерите надо заполнять заполнять блендер на две трети нужно оставлять место под воронку да чтобы ему было где все это дело размешать это все есть как правило в инструкциях такие уже мелочи и если вы выбираете в любом случае у всех блендеров есть какие-то свои особенности пожалуйста наши менеджеры у нас пять человек на линии ежедневно вот очень хорошо также разбираются в технике и они всегда помогут вам подобрать то что нужно именно вам ну под вашей задачи потому что поверьте приходят очень-очень разные запросы и тут мы уже просто индивидуально подходим каждому будем очень рады видеть вас у себя в гостях как шоу-руме либо просто на сайте и всегда будем стараться быть вам настоящему полезным предложить что-то еще то что вы хоть немножко за рамки так обычных предложенных вещей